здравствуй мой дорогой зритель и это очередной выпуск разбора полетов и карта windstorm которую в общем-то я немного недолюбливаю я не могу сказать что она плохая она карта как раз таки хорошая но не все типы техники хорошо в нее заходят такие картонные танки как fcm на котором я сейчас сюда заходят ну так с трудом ну давайте разберемся какие основные направления у нас правый вес как бы не нижняя правой и верхней а правой и основные силы союзников обычно едут в город можно объехать вокруг города можно заехать через центр здесь два таких направления то есть два моста с с ними надо быть аккуратными иначе можно упасть в воду при переезде и небольшие такие полочки возле реки как из которых тоже опять-таки можно свалиться в воду поэтому само затопление на этой карте это нормальное явление кроме всего прочего здесь есть брод который тоже нужно точно знать где он находится иначе при его преодолении можно потопить свой танчик и так собственно основная заруба происходит в городских условиях что делать если у вас альфа ниже чем у соперников ну тогда вам стоит занять какие-то позиции в этой части карты или в этой части карты собственно по реке по руслу ручь лучше не ехать потому что вы встретитесь с птшками и арта вам обязательно набросит ну что ж давайте поехали посмотрим что у меня получилось сделать в принципе будет такой относительно неплохой не могу сказать что он слишком хороший но такой более-менее получился ничего не скажешь место которое я занимаю есть такая причина определенная дело в том что может стоило бы поехать вот в эту часть карты у меня зарез пила ровненько по центру и я бы туда просто не успел со своим там легка чами там е25 вот и остальным поэтому я становлюсь в этом вот месте чем хорошо можно дать бесплатный выстрел по противнику который будет проезжать к нашим собственно стоим и ждем его противника то вот обратите внимание само затопление типа 58 уже кто-то поиграл уже кто-то переехал реку вброд вот здесь если подъехать вперед то можно даже по кому-нибудь пострелять по руслу реки но пока я вот тут щелкал клюм я пропустил пантеру которая выехала проскочила ну и продолжается тут такое небольшое стояло с моей стороны посматриваю назад вот хотел поехать побеседовать т-34-85 который слишком далеко проехал но так получилось что он уж больно быстро отправился в ангар вот здесь здесь смотрим на миникарту обратим внимание что противников здесь ого-го какое количество значит союзники которые поехали в город могут ну неплохо скажем так вот этим четверым которые там засветились достаточно хорошо будут себя чувствовать наша задача развалить одного-двух тяжей и тогда мы получим значительное преимущество то что я стою здесь получается что я как бы это выразиться отвлекая внимание противников проезжающих на себя они разворачивают свои стволы на меня ну и соответственно меньше уделяют внимание моим союзникам вот как в данном случае выехал кт остановился начал на меня сводиться вместо того чтобы повернуться на моих союзников но тем не менее наши уже там умудрились на получать я тут как раз получаю от супер перша но сдаваться не собираюсь спускаюсь вниз арты кстати нету нам в этом плане повезло хотел подловить и сотреть его но у меня тут супер першень контроль поэтому мне не очень хочется подставляться сковорода которая стоит рядом со мной делает это очень напрасно далеко так отъезжать нельзя потому что препятствие дает какое-то преимущество дает возможность спрятаться а у него в данном случае этого нет вот здесь немножечко перемещаюсь вперед назад хотел чуть-чуть прикрыть корпусом на сковороду ну вроде бы как по ней не отстрелялись и уже хорошо ну и в общем-то ситуация не в нашу пользу совсем хотя счет 44 мы потеряли основные собственно силы которые меня здесь прикрывали и меня кто-нибудь может зарашить с сом 3 например мне перестреливаться смысла особенного нет единственное что у меня сведение быстрее чем у него я могу выстрелить по нему если конечно попаду поставить его на каток и быстренько смыться из этого места не получив в ответ на 400 сразу значит смотрим дальше что происходит здесь у нас пантера 2 здесь подъехал из 3 здесь супер першинг против них на черчилль ган керрич я не знаю что он тут делает без своей брони совершенно фердинанд возможно какое-то время сможет сдерживать этих троих ребят ну и борщ сзади поэтому мне было бы уже хорошо уехать там тигра 2 с и сушкой понапрягать но если я уеду я брошу своих ребят которые в общем-то уступают противнику вот и неплохо было бы кого-то из противников на себя оттянуть вот здесь опять-таки 2 тигра на себя немножко оттягиваю отвлекая его внимание подсвечиваю его за одной даю союзникам возможность понять где находится противник ну чтобы не было неожиданностью что тигр возьмет тут и вылезет внезапно откуда не возьмись вот делаю ассист борщу борщ ему вламывает ну и получается что вроде бы как убиваем топового тяжа совместными усилиями дальше продолжается тоже небольшое такое стояло потому что я помню что где-то там еще из 3 еще пантера 2 еще супер перш и все эти ребята где-то там находятся вот подсвечиваю са 3 он ждет что я вылезу потому что упорно стоит упорота я бы сказал стоит за трупиком и ждет меня чтобы со мной поперестреливаться но у меня нет желания влазить на его альфу в 400 со своей в 240 еще не факт что я его пробью поэтому я отвлекаюсь на более интересного противника который только что нашу сковородку добил даю ему шот и сейвюсь собственно с этого места можно так достаточно долго держаться но главное чтобы вам помогали союзники вот те которые справа от меня если там никого нет то вас отсюда выдавят просто как пасту из тюбика вот кроме всего прочего вас могут поддавить из города но в данном случае конкретно в этом случае наши в городе так нормально себя провели про проявили задавили там противников и в общем то я могу не нервничать по этому поводу здесь стоит отметить действие фердинанда то есть он держит сейчас супер перша и вторую пантеру кроме того там борщ помогает воспользовавшись ситуации что я могу отвлечься я еду за тигром вторым но тут как бы замечаю что из трети за мной выехал ну и ладно в общем то я его бросаю он меня сейчас не интересует вот меня интересует вот этот товарищ которого бы неплохо было бы ликвидировать он очень сильно здесь мешает вот обращаю внимание что три четверка недобитая убираем ее с дороги тигр ждет меня но в принципе даже учитывая что у него дпм выше чем мой мне выгодно с ним разменяться если я его добью а добить у меня есть все шансы потому что я все-таки перезаряжаюсь быстрее чем он но я медлю немножко потому что нужно быть абсолютно уверенным в том что я его добью пробью вернее тогда тогда все становится на свои места если нет то вполне возможно что полученный урон просто не отобьется вот супер перш там все еще давит с пантерой фердинанда все никак они ничего не могут ему сделать из 3 где-то у меня справа сейчас находятся я вот думаю что я попадаю в окружение но когда он засвечивается у нас на базе я понимаю что это как раз самый тот товарищ который простоял пол боя за трупом ждал меня а потом в итоге поехал брать базу вот ну идеально когда стоит спиной из 3 тоже ничего не скажешь но только фальшборты ему наверное не надо стрелять все-таки стоит пострелять ему по задним каткам с пробитием в моторный отсек так будет интересней все же он сбивая ему гуслю ну и борщ его добирает принципе уже две с половиной накидали уже как бы что-то уже не бесцельно ушли в ангар хотя всего один фраг но тем не менее все-таки фарм машину самое главное здесь отстояться нервы здесь в данном на данной карте важнее у кого крепче нервы тот побеждает какой-то такой тактики ну есть конечно не сказать что и нету совсем однако она больше подходит как-то можно выразиться слова тактика для более каких-то бронированных танков которые могут поехать в горы или с хорошей альфой вот там это имеет смысл для танков с маленькой альфой с картонной броней но тут такое небольшое стоялого но ничего особенно поделать не получается можно конечно выскочить на противников но это будет билет в один конец билет в ангар причем очень быстро но на сегодня у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайки ну и пока пока а а